Визит Трампа в Саудовскую Аравию уже вызвал шумиху в мировых СМИ. Напомню, это первая зарубежная турне американского президента. И сообщения о поездке пестрят как громкими заявлениями, так и сведениями о конфузах, которые сейчас пытаются замять. Трамп тут и высшую награду страны получил, и с саблями станцевал. Американский президент ставит себе в заслугу крупнейший оружейный контракт. США продадут оружие на 110 миллиардов долларов. Трамп за один раз продаст сюда столько, сколько Обама за все годы президентства. Причем дальнейшие сделки должны довести эту сумму до рекордных 350 миллиардов. Газдеп пояснил, что Вашингтон поставит и противоракетные комплексы «Патриот», и новейшие системы перехвата, а еще танки, артиллерию, БМП и вертолеты, и даже военные корабли. Параллельно страну открывают для американского бизнеса. 19 крупнейших американских компаний получают разрешение на работу. Но за красивым фасадом бизнес-успехов не остались незамеченными и масштабные проколы, которые с удовольствием смакует пресса. Жена и дочь Трампа не стали покрывать голову, отказавшись от традиционного в королевстве платка. И это при том, что Трамп в свое время жестко раскритиковал Мишель Обаму за несоблюдение дресс-кода во время визита в Саудовскую Аравию своего предшественника. Более того, американская пресса написала, что Иванка Трамп и ее муж Джаред, которая входит в делегацию, якобы попросили для этой поездки разрешения у раввинов. Ведь они строго соблюдают традиции иудаизма, а вылет был как раз в шаббат. Но несколько часов назад разразился скандал. Сам раввин сообщил израильским СМИ, что никакого разрешения не давал. Ортодоксальные евреи могут путешествовать в шаббат лишь при угрозе жизни и безопасности. Так что перелет в Израиль, куда дальше отправился Трамп, омрачен очередным скандалом, в который главу государства втянула семья.